всем привет ты на канале сады как страсти меняет максим и в этом видео мы с вами поговорим про вложность css совсем 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 недавно она появилась если посредники на юсту буквально в основном еще не появилась до 72 процента появилась вот буквально в хроме последних версиях в получается в апреле в мае да и джи тоже появилась где-то там где-то в апреле вот сафари появилась вот в мае в конце ману середине мая в сафари фокс только-только то есть конечно же пока что используйте нельзя в проектах но тем не менее хочу рассказать показать как это все работает в общем то давайте разбираться так у нас просто пример здесь не в хиру заголовок описание и кнопка довольно простой блок давайте попробуем воспользоваться здесь нашей вложенностью и так напишем для блока но ведь и напишем для блока кинстили пусть у него будет стиль background вот такой в 2 2 2 не знаю видно время или нет его возможно не видно давайте попробуем так а у меня вообще-то сработало давайте сохраним так проверим а даешь пишу для блока нужно для хилл вот вот есть у нас теперь наш фон вот этот сероватый для всего блока окей теперь мы хотим задать допустим захотим задать фон сайт для заголовка если раньше мы бы делали как все все соседа хиро h1 и какие-то стили да то сейчас точнее когда это будет поддерживаться адекватно мы можем сделать следующее h1 и сказать что там фон сайт будет 30 пикселей вот это работает в дэв тулс это выглядит примерно вот так вот вот так видите вам персант h1 и мы задаем какие стили то есть родительский блок не указывается но он подразумевается все равно то есть если мы бы написали здесь hero 1 то на 6 или уже не сработают то есть он не показывается в дефолзах возможно это еще до перед в будущем но тем не менее он работает именно внутри hero нигде больше также можем обращаться естественно и другим элементам например description да по классу дескор сказать что у него будет цвет красный это тоже сработает будет все хорошо вот и в общем то так примерно работает на следование но есть конечно большой минус большой нюанс если вы знаете с css вы знаете что он есть тоже вложенность и она работает на начи как она работает и как работает здесь давайте разберемся это сделаем здесь hero description такой бэм элемент от бэм блока и посмотрим как это будет соответственно в обычный css мы не можем просто написать вот так как мы писали бы в стсс почему не можем все потому что это считается может отдельный селектор селектор не донесла черни description он считается отдельным именно поэтому в дефолзах даже вот по умолчанию он показывается как отдельный и то есть это не слияние строк hero плюс дескор это просто вот этот дескор и все такого у нас элемента нет поэтому стили не работают в стсс если вы так тоже так же напишите у вас происходит слияние просто у вас в итоговом css файле произойдет слияние вот такое и здесь будет какие-то стили то есть это сработает адекватно именно в css css нет это на мой взгляд главный минус и главная проблема в этой вложности как бы поэтому я считаю что ну странно придумали да круто здорово но блин она все равно не работает так как в стсс а значит что и не заменит стсс никак по большому счету но все равно есть полезные штуки которые можно использовать может быть в каких-нибудь предпроектах и так далее что можно сделать можно например указывать опять же вложены элементы вот так почему бы и нет все равно чуть быстрее чем указывать каждый раз новый селектор это первое второе можно обращаться к этому же элементу по доп классу допустим это будет какой-нибудь hero dark так сделаем мы можем сделать здесь hero dark сказать чтобы игра он будет black и это сработает то есть мы по факту просто обратились к тому же элементу к нему прибавили класс и здесь обратились важный момент что я здесь не указал вот это место не указал пробел везде он указан чтобы обращаться к другим элементам вложенным а вот чтобы обратиться к такому же элементу но через этот имперсант пробел указывать не нужно это важный момент далее что еще может быть здесь удобно это конечно же всякие состояние элементов мы можем обратиться к hero btn прямо здесь сказать что бэлграунд у нее будет какой-нибудь не знаю вот такой допустим коп меняется а потом мы можем еще внутри сказать что я хочу по ховеру чтобы он был желтым и это работает то есть до вложенность вот в таком виде действительно работает хорошо вот так мы действительно можем делать вот так что вот в этом плане в плане того что мы можем указывать в css прямо состояние прям внутри элемента это здорово это гораздо удобнее чем писать каждый раз но опять же если писать нужно каждый раз и состояние часто совпадают допустим фокус и ховер могут совпадать мы могли бы написать еще и из фокус да и здесь соответственно ховер фокус вот можно было и так но как по мне вложенность удобная и вот в этот момент можно использовать вполне себе также что еще круто можно использовать медиа запросы то есть мы можем допустим для hero description сказать что на на медиа на ксвы давайте специально укажем большую ширину чтобы увидеть это сразу я хочу чтобы там он сайт у тебя был 40 пикселей допустим мы не увидим сейчас да из-за темного цвета давайте его уберем а ну хотя давайте не фонсайз а сделаем color так проверим все ли я правильно указал возможно нет давайте посмотрим так а у нас называется блок хиру деск когда действительно хиру деск вот видите он стал белым он был красным по умолчанию а потом применился меня запрос который видите здесь пустой селектор амперсанта применился так уж это вот дэв тулс и работает и применился стиль он подсвечивается другим цветом не как обычные селекторы это означает что даже код пен еще не знает толком как это обрабатывать ну именно именно подсветку синтаксиса но тем не менее это работает и это вторая на мой взгляд удобная штука то есть первая штука это то что вы можете использовать прямо вот здесь внутри элемента ваше состояние если вы пишете какие-нибудь обычный педпроект какой-нибудь там просто верстку какую-то делаете простую наш тиммл css можно вполне это использовать опять же когда поддержка будет лучше естественно вот и то же самое с медиазапросами вы можете писать их прямо внутри что тоже довольно таки круто вот но единственный конечно момент в том что к сожалению к великому они не сделали вот так как в стсс чтобы это дело склеивалось очень жаль это с точки зрения бэма было бы ну просто чертовски удобно если бы это придумали но пока пока что вот так вот собственно так работают вот эти секторы прикольная штука прикольная идея реализация слабенькая пока что но я думаю что они в будущем еще будет все допиливать улучшать и возможно даже сделают то же самое что у нас было и и есть в стсс и я думаю что мы когда-нибудь не скоро точно не через пару лет может быть даже больше мы когда-нибудь все таки слезем с стсс но думаю что как минимум два года еще точно пройдет надеюсь вам было это полезно если ставьте лайк и подписывайтесь на канал и всем до скорого всем пока